Здравствуйте, мы психологи. Как вы себя ощущаете? Нормально? Так, понижность испытываете? Блин, проведи осмотр. Не беспокойтесь, сейчас все будет хорошо. Мы скоро вас вытащим. Не беспокойтесь. Все, вы лежите, все спокойно? Нет. Это не место чрезвычайной ситуации. Так проходят тренировки участников Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Здесь якобы произошел обвал. Добровольцы натянули альпинистскую веревку, и это 100 метров в длину. Чтобы веревка не перетерлась, ребята закрепили ее узлом булин, который также позволяет правильно нагрузить всю поверхность. Еще очень важно, как можно сильнее натянуть веревку. Это даст возможность при необходимости произвести транспортировку человека или груза. Рязанские добровольцы выходят в парк несколько раз в неделю. Остальное время – теоретические занятия. На которых они учатся оказывать первую помощь, проходят теоретические основы альпинизма и правила поведения притчи С. Пока мы снимали тренировку рязанских добровольцев-спасателей, ребятам поступил реальный вызов. Позвонила женщина и пожаловалась на то, что ее кошка забралась на дерево и самостоятельно слезть никак не может. Сейчас мы вместе с ребятами туда отправимся. Как рассказали местные жители, кошку заметили в 8 часов утра. Мы вместе с добровольцами приехали в 18 часов. Весь день она не могла слезть самостоятельно. Ребята поспешили на помощь. Операция по спасению пушистого пострадавшего затянулась на несколько часов. В итоге ее удалось снять, когда на улице было уже совсем темно. Такие вызовы для волонтеров-спасателей не редкость. Кроме того, они помогают спецслужбам и скорой помощи в транспортировке пациентов. Руководитель отряда Руслан Юрченков решил стать добровольцем, когда Рязань была в дыму. Летом 2010 года он помогал тушить пожары. С тех пор он всегда на посту. Также Руслан принимал участие в ликвидации последствий взрыва на осеннем переулке. Вместе с другими ребятами разбирал завалы. Когда попадаешь в руины и видишь, что где-то детская кроватка стоит, которая спала ребенок, где-то еще что-то. И все это не в том виде, в котором мы привыкли это видеть, а находится в стайне руины. Тут приходит понимание того, что то, что здесь творилось и то, что здесь творится сейчас, это страшно. Есть среди бравых ребят и девушки. Хрупкая на первый взгляд Полина на самом деле уже опытный поисковик. Осенью потерялся дедушка, ушел в лес за грибами и пропал. В таком деле самое важное это быстрее выйти на помощь. То есть чем быстрее соберется группа, чем быстрее они отправятся на поиски, тем больше вероятность того, что человека найдут живым и невредивым. То есть нам повезло, очень быстро все сработали и дедушку мой в итоге нашли. Сейчас в отряде более 120 человек. Каждый готов рискнуть своей жизнью. Здесь важен каждый участник, а еще поддержка рядом стоящего. Именно это может стать спасательным кругом, если вдруг произошла трагедия. Мария Руда, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Продолжение следует...